Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Слушайте доктора! В эфире программа «Слушайте доктора» у микрофона Светлана Занько. И сразу представлю наших гостей сегодня. Это Ирина Викторовна Фельдблюм, заслуженный врач России, профессор, заведующая кафедрой эпидемиологии, как правильно назвать, ПГМА, Пермской государственной медицинской академии имени Вагнера, председатель Пермского отделения Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, микробиологов, паразитологов, иммунологов. Всё сейчас перечислила. Ирина Викторовна, дальше не буду так говорить, но пускай наши слушатели знают, с кем имеют сегодня дело, а не просто так. Спасибо. И Галина Александровна Маркова, главный внештатный специалист Минздрава Кировской области по иммунопрофилактике. Галина Александровна, добрый день. Здравствуйте. Обе дамы пришли сюда с работы. Вообще представители работающих женщин, мне кажется, которые работают, колотая рук и дома, и на работе, и вообще всегда, что приятно. А встретились мы здесь, потому что идёт сейчас неделя иммунопрофилактики, да, и вакцинации. Это мировая история ведь, да, это всемирный, я имею в виду. Да, это всемирный день, да, учреждённый. Пять лет уже работает по инициативе ВОЗ, это европейская или всемирная неделя иммунизации, когда привлекается всё внимание общественности, правительства, исполнительной власти, законодательной власти к этой значимой проблеме. Значимой проблеме. Знаете, как я сегодня обозначила тему нашей программы? Я её обозначила так. Вакцины действуют. Причём без всякого опознавательного знака в конце этой фразы, ни с восклицательным знаком, ни с утвердительной форме, ни в вопросительной. Потому что мне кажется, что... Я оставляю эту фразу без знака, потому что мне кажется, что именно в таком информационном фоне, в таком информационном пространстве существуют сейчас наши люди. Они вот не знают или знают недостаточно вакцинации, чтобы уверенно и определённо поставить какой-то знак в конце этой фразы сами. Вот мне кажется, что это глобально наше общество, российское, существует именно в таком пространстве. Но это моё мнение. И мы с вами сейчас... У вас есть статистика. И статистика скажет нам точно, что у нас там в конце предложений сейчас. Так всё-таки что мы знаем о вакцинах? Что думают наши люди сейчас о вакцинах? И что думают специалисты? А вы у нас эксперты и специалисты здесь сейчас. Какова ситуация по стране? Во-первых, наверное, надо сказать, что действительно это фраза вакцины. Вакцины действуют. Требуют в конце восклицательного знака. Потому что действительно вакцина-профилактика – это сегодня та мера профилактическая, которая реально влияет на здоровье нации и на здоровье каждого человека. И те успехи, которые мы достигли за 220 лет проведения вакцины-профилактики в мире, они, конечно, потрясающие. Сегодня ликвидирована натуральная ОСПА во всём мире. В ряде регионов ликвидирован полиомиелит, в том числе и в Российской Федерации. Мы вплотную приблизились к элиминации кори 26 сентября. Вот зарегистрирован первый регион, американский регион, где тоже сертифицирован как свободный от коревой инфекции. Единственный. Единственный пока. И это даёт надежды. Да, но это вот факт. Он действительно даёт нам всем надежды, потому что сроки уже неоднократно переносились, элиминации. Нам, к сожалению, пока не удаётся достичь это. Хотя мы изначально ставили это 10-й год. Сейчас уже мы передвигаемся эти вещи. Но вот причина в том, что мы всё-таки не всегда можем достичь того охвата. Это 97-98%, на фоне которого инфекция должна уйти. У нас сегодня нет дифтерии. Мы забыли, что такое дифтерия, тяжелейшая инфекция. У нас нет краснухи с её синдромом, врождённой краснухи, когда дети рождаются с инвалидностью практически. У нас эпидемический паратит практически исчез. То есть большинство инфекций, где проводится вакцина профилактика, их сегодня просто люди не видят. Ага, люди не видят. И это вроде бы как бы хорошо, раз у нас этих болезней не на каждом шагу встречается. Но судя по всему, то, что не видят люди этих болезней, теперь уже играет не на руку в вакцинированию и профилактике. Потому что раз болезню не вижу, то её вроде бы как нет. Да, да, хотелось бы именно это и отметить. Так как родители действительно не видят тех заболеваний, тех последствий тяжёлых заболеваний, они отказываются. И вот хотелось бы мне что добавить. Может быть, это будет достаточно такое громкое заявление, преждевременное по нашей теме. Но побывав на конгрессе по инфекционным болезням, пообщавшись с Владимиром Константиновичем Таточенко, он отмечает основные проблемы у нас с охватом. Таточенко – это мастодонт, это главный инфекционист Российской Федерации, это человек, на учебниках которых мы учимся, и, слава богу, он жив и здоров, это великий человек. И он говорит о том, что да, действительно, мы забыли о том, что несёт за собой инфекция, и проблема в том, что нет охвата достаточного, 97-98%, это отказы, конечно же, и несогласия родителей. А последствия – это того, что у нас всё-таки какая-то такая… Ну, у человека есть право отказаться. И мы все стремились к демократическому обществу, чтобы каждый человек имел право выбирать, но это право, оно направлено, скажем, на высокую культуру юридическую, наверное, да, когда человек понимает, он выбирает. Вот, да, сейчас вакцинация необходима моему ребёнку, но есть какой-то нюанс. Предположим, нужны проблемы с жизнью со здоровьем. И вот на месяц, мне кажется, что сначала, когда законодательство было, вот именно вот эта возможность отказаться от привык 98-го года записана, это было именно с тем, чтобы родители имеют право отсрочку, вот, не то, что хочу или не хочу. Родители воспринимают то, что раз можно отказаться, значит, это не обязательно. Хотя это совершенно не так. Не видя последствий, они не понимают, какие будут результаты. И вот сейчас уже у нас настало время, когда мы уже потихонечку приближаемся к неприятным последствиям отказов. Это у нас и вспышки кори, пусть они малозначительные, очаги, неправильно я сформулировала, очаги среди непривитых, неболевших, но они есть. Это повышение забываемости к оклюшам. Поэтому Владимир Константинович говорил о том, что пока не изменится законодательство, пока национальный календарь не войдет как обязательный, без каких-либо оговорок, ситуация будет усугубляться. Ирина Викторовна, что касается законодательства, давайте все-таки уделим этому вопросу действительно несколько минут. Сегодня, когда была пресс-конференция, организованная компанией Нонолек, слава богу, собрали, пригласили специалистов, чтобы можно было послушать, да, и с первых уст тоже. Значит, вы приводили данные по разным странам, где какое законодательство существует. И, естественно, мы ориентируемся на страны развитые, у которых высокий уровень жизни. И я заметила, что у некоторых стран все-таки указано, что вакцинация обязательная. Иногда бывает с оговоркой с возможностью отказа по каким-то там вещам. А есть страны, как Франция, например, которую вы сравнивали с Россией, где за отказ от вакцинации предусмотрено наказание. Немаленькое наказание. Там не 500 евро, как вы говорили, там 3750 евро, вы написали просто, да? Ну, там, да. Да. Страфа. Если нет денег, 6 месяцев тюрьмы. Тюремное заключение. Да. И огромные проблемы с медицинской страховкой. Вот эта история стимулирования людей к вакцинации, точно так же, как мы, когда мы обсуждаем и обследования, вот эти профессиональные обследования, раз в год, вот это вот, да, что люди не ходят, не делают. Точно так же, когда мы говорим с онкологами, например, по обследованию, там, на предмет рака груди у женщин. Почему они не ходят? Почему они не пользуются? Очень часто говорят как раз о страховании, на самом деле, да, что у нас несовершенно эта система, непонятно, как стимулируется человек. И вот мы говорим о законодательстве. Здесь что-то можно, и вообще у нас есть какой-то свет в конце тоннеля, в этом смысле, чтобы регулировать это законодательство, чтобы люди не могли беспричинно отказываться от вакцинации, если действительно это так важно. Дело в том, что я стою на той позиции, что, в принципе, прививка – это все равно дело добровольное. То есть у нас действительно правовое государство, да, и каждый вправе сам решить, что он будет делать прививку или нет. Это пусть остается незыблемо. Но родители должны хорошо понимать, если он отказывается от профилактической прививки, он должен знать о тех последствиях, которые стоят за этим отказом. Это одна позиция. Поэтому здесь, я считаю, врач, прежде всего, первичное звено здравоохранения, должны быть профессионально, грамотно, на высоком уровне, объяснить, да, что же стоит за этим, что предстоит, если я откажусь от той или иной профилактической прививки. То есть вот этот отказ должен быть информирован. Вот это первое, что мы должны сделать. Вторая позиция, поскольку прививка, которую мы делаем, она, с одной стороны, защищает того, кого мы прививаем, и в этом смысле это добровольная позиция, да, я решаю, принимаю решение за себя или за своего ребенка. Но, к сожалению, помимо защиты своего ребенка, прививка должна работать и на общество в целом. И если родители привели в детский сад, ребенка своего отдали на временное пребывание, то есть мы гарантируем этим родителям безопасность их ребенка. И если в такой коллектив приходит непривитой ребенок, значит, появляются риски инфицирования других людей. Поэтому вот здесь вторая сторона открывается, то есть должна быть ответственность за этот отказ. И вот я-то считаю, что ответственность должна быть законодательно все-таки у нас ужесточена. У нас в законе о вакцинопрофилактике инфекционных болезней профессона мы можем не принимать детей в детский сад без прививок, если эпидемическая ситуация такова, что по этой инфекции идет неблагополучие. Но это все очень, понимаете, обтекаемо, потому что, во-первых, как расценить эту эпидемическую ситуацию, но, во-вторых, сегодня она есть, завтра ее нет, а потом Конституция, это все равно приоритетно, да, которая регламентирует нам право прежде всего самому принимать решения. Поэтому я думаю, что вот эти вот меры ужесточения, они все-таки должны быть. Во-первых, это прежде всего, чтобы родители понимали. Ведь это не то, что родитель должен заплатить этот штраф, и он не будет приниматься. А хотя бы родители поймут, что за этим отказом это не просто отказ, это, в общем-то, смерти, это возврат старых инфекций, появление новых, поэтому это очень серьезная мера, на которую они идут. Вы согласны, Галина Александровна, с тем, что меры должны быть ужесточены? Я согласна, хотя я остаюсь на своей позиции, что законодательство в плане добровольности я бы все равно как-то ужесточила, потому что я работаю на земле, я общаюсь с родителями. И дело в том, почему я на такой позиции стою, потому что на самом деле родители одни принимают решения об отказе, а страдают дети других родителей. Вот простой пример, та же самая корь. Корь – это самое заразное заболевание в мире. И при контакте заболеет любой человек с любым статусом здоровья до этого, любого возраста. Если у нас говорится о том, что ограничивается очаг, в живом доме кто-то заболел корью, то в опасности оказываются не только непривитые дети старше года, которых можно привить, что-то с этим делать, а в опасности оказываются дети младше года, которых мы не можем привить по возрасту, и они практически не защищены. Да, им можно ввести в очаги иммуноглобулин. Но, во-первых, это высокий риск анафологического шока. Во-вторых, тут могут быть… Мы просто можем не успеть. Поэтому, когда ко мне приходят родители, вот сейчас я активно снова собираю эти отказы на корь и предупреждаю, у вас есть в окружении люди, у которых дети до года. То есть, если ваш ребенок, который не привит, он может заболеть в данной ситуации, когда заболевание уже фиксируется в Кировской области, и вы, пообщавшись с тем малышом, можете заразить его, вы как этим людям будете смотреть в глаза. И поэтому, так как люди, которые отказываются, могут стать источником инфекции и привести к урожающим последствиям для людей, которые не виноваты, поэтому я стою на позиции ужесточения. Все-таки вот согласие отказа на приивки. Да. Хотелось бы как раз поговорить о причинах отказа все-таки. В общем, из того, что я сегодня услышала на пресс-конференции, я понимаю, что, конечно, это очень слабая информированность, в принципе, не только родителей, но и не очень, к сожалению, высокая информированность врачей, того звена, который работает с этими родителями и с детьми по поводу прививок. И как мне показалось, сейчас вы меня поправите, если я неправильно поняла, я как родитель здесь выступаю, это как мне, я не медицинский журналист, как мне показалось, там еще такая важная история, что, то есть, вот раз, малая информированность родителей, второе, вы рассказывали, что существует 56 или 57 сайтов антипрививочных, и 50 из них в нашей стране. 50 из них в нашей стране. Следующее, что очень важно, я услышала для себя, что благодаря тому, что вот это движение антипрививочное, в принципе, развивалось на протяжении последних 20 с лишним лет, это расслабило, собственно говоря, самих врачей, которые тоже стали колебаться и тоже не все знают про прививки, и, может быть, мало об этом говорят. Плюс такая интересная история, которую мы все прекрасно знаем. Ну, сколько у нас там приемное время было в свое время у педиатра, например? 20 минут. Сейчас 2 минуты. Ты за 2 минуты не успеешь ничего рассказать, не то что убедить, ничего. И дальше, конечно, что делает мамочка, которая вышла от врача? Она идет в интернет, а там 50 сайтов. А там 50 сайтов. Плюс вот эта вот история, которая сказалась, опять же, на самих врачах, что, может быть, действительно необязательно. Да посмотрите, как все хорошо. И если есть какие-то очаги, то, может быть, как бы это все случайность. То есть вот то, с чего мы начали разговор, то, что я тоже отметила, исходя из информации, которую сегодня получила, что иммунизация, которая добилась таких великолепных результатов, стала работать сама против себя. И тогда мы говорим только, наверное, об информировании. Возвращаемся к тому, что вы говорите, Ирина Викторовна. Если пока законодательство не меняется, а это должны быть параллельные процессы, то мы говорим об информировании. И если раз так мало времени у врачей на месте, то, конечно, должны подключаться правительства со своей информационной политикой. Я очень пожалела сегодня уже, говорю, что не было большого количества, например, студентов нашего опорного вуза, большой представительной делегации, еще раз, от правительства, и большого количества СМИ. Потому что прививки еще, я так думаю, что почему, например, у людей, которые не являются медицинскими журналистами, которые освещают эти темы, нет такого большого интереса. Нам кажется, что с прививками-то все в порядке. Вот есть карточка, есть ребенок, и вроде бы как ты приходишь, и тебе говорят, у вас завтра должна быть прививка. Я поймала себя на мысли, я как родительница 11-летней девочки, и хотелось бы сегодня немножко об этом поговорить, я поймала себя на мысли, что что-то давно мы не делали прививкой. Вообще все ли у нас прививки сделаны? Потому что я считаю, я пришла к врачу с ОРЗ, и он мне скажет, что, ой, вы знаете, у вас тут подходит прививка. Правда? Я думаю, что многие так. То есть я отказов не пишу, лично я. И я сама человека прививкаю во всех отношениях, и дочь свою прививать собираюсь. Но я не слежу за этим. Ну, в силу того, что, видимо, у меня тоже не хватает какой-то дисциплины вот этой, да, и я перекладываю ответственность на врача. Еще вот эта вот проблема есть. Вот я в связи с этим хочу еще раз обратиться к Карине Александровне, которая сказала, что она собирает отказы, и в том числе сегодня этим занималась. Сколько там, 60 человек было на приеме. Нет, это не отказники, да, как раз те, которые хотели привиться. Вот расскажите нам, пожалуйста, все-таки, что у нас со статистикой по отказникам, на примере вашей, да, клиники. Почему люди отказываются, кто они такие? Может быть, портрет, который там, ситуация, которую я сейчас нарисовала, что я для себя вычлен, она не совсем такая, поправите меня. И кто эти люди, которые прививаются все-таки? Ну, ваша девочка 11 лет, до 14 лет, пока прививки ей не показаны по возрасту. А когда у нас все закончилось? В 6 лет, в 6-7 лет. Можно, я рассчитываю, что в садике, может быть. Братит от дифтеристов. Следующие прививки в 14 лет, поэтому у вас такой вот достаточно длительный отдых. Вы не переживаете то, что в школе эту ситуацию контролируют, и, соответственно, когда у вас наступит время вакцинации, вас об этом повестят. Вот вы напишите согласие. Вы меня успокоились. Да, просто чтобы, в общем-то, не переживали. Ну, в принципе, как-то мы в своей клинике стараемся, чтобы родители были информированы. И вот хочу вернуться немножечко вот раньше, да. Врачи-специалисты в основном почему-то у нас против приивок. Наверное, потому что они не работают. Первичное звено как раз-таки, оно настроено. Просто, знаете, иногда у людей нет сил бороться. Когда у себя огромное количество детей на участке, тут уже идет вопрос о разукрупнении. То есть у нас президент говорит о том, что в дальнейшем медицина будет развиваться в том плане, чтобы было больше врачей, да, и больше была доступность у наших маленьких пациентов и у взрослых людей. То есть на одного врача должно приходиться меньше все-таки, чем сейчас пациентов. Меньше, да, 1200 человек на одного врача, мне кажется, очень много. И когда всем в одно время нужно в садик справки, соответственно... То есть Владимир Владимирович уже сказал это, да? Да, такая политика, она и есть. Хорошо. Не мне лично. Ну, раз сказал, значит сделаем. Да, то есть такие тут направления именно в медицине. Это то, что я услышала на Конгрессе. Вот. И какие же у нас отказники? Во-первых, у нас по клинике менее 1% отказников в разрезе каждой вакцинации. Убежденных отказников, у которых нет ни единой приивки, их 40 человек из 18 тысяч населения. Я считаю, это немного. В основном у нас страдает своевременность. То есть родители не готовы начинать вовремя иммунизацию. А я настаиваю на том, что нацикалендарь продуманный, и проводить иммунизацию в сроке, предусмотреть нацикалендарем, это самое эффективное. Есть медотводы, есть какие-то нюансы, поэтому врачи это все контролируют. Они не берут на себя лишнюю ответственность, чтобы просто сделать приивки просто так. Это идут и обследования, и так дальше. А так как родители у нас созревают старше года и перед садиком, поэтому какие у нас есть отказники? Это те, которым можно не делать по законодательству. Они не хотят лишний раз идти в поликлинику, потому что там очередь, доступность меньше. Они хотят как-то вот до года больше с ребенком гулять, а не ходить в поликлинику. Есть еще одна сторона родителей, которые не уверены в здоровье своего ребенка. Есть какие-то жалобы. И так ребенок еще маленький, и в стадии обследования находится, конечно же, уверен, что вот все-все-все у него будет хорошо с здоровьем, родителей нет, поэтому они откладывают. Они продолжают обследоваться, сдавать анализы. Возможность приивиться есть, но они боятся. Это в основном дети с нейрологическими заболеваниями, с аллергическими. Их нужно в первую очередь приивать, потому что последствия от инфекции самые тяжелые именно у этих детей. Но родители боятся, их можно понять. Но в основном все как-то так ближе к садиковскому возрасту созревают и делают приивки. Убежденных мало. Убежденные это, конечно же, люди, которые, ну, на самом деле, как-то, не знаю, против всех, знаете, колобок против всех, что-то еще. Вот, ну, я говорю, это маленькие. Да, 40 человек из 18 тысяч, я считаю, что это не проблема. А своевременности, нет своевременности, нет нужного охвата. То есть в одной возрастной категории детей привито меньше, чем надо, и поэтому есть возможность распространения инфекции. Это страшно. То есть я так поняла, что по большей части вот эта проблема с охватом, что он недостаточен, происходит безалаберного отношения родителей к прививкам, раз они не приходят. Я так не говорила, нет. Они отказываются, потому что у них такая возможность, а причины есть разные. Либо низкая доступность, либо сомнения в здоровье. То есть там возникают какие-то проблемы по здоровью, которые родители решают, и они боятся вмешиваться в процесс лечения приивками. Это основная масса. Я все-таки настаиваю на позиции, что профессионализм, информированность и убежденность медицинских работников в проведении профилактических прививок у нас на недостаточном уровне. Потому что анкетирование мы проводили неоднократно. Это не только наша территория, это по Российской Федерации. 20, 23, 24% медиков негативно относятся к вакцинопрофилактике. Опрос населения. Кто формирует их мнение в отношении той или иной прививки? На первом месте стоят медицинские работники. Второе место – социальные сети. Социальные сети с антипрививочным движением, с этими антипрививочными сайтами. И врачи, которые 20% негативно, плюс низкая информированность по новым вакцинам. Дело в том, что я считаю, что если у нас в государстве зарегистрированы вакцины, а зарегистрирована часть вакцин, которых у нас нет отечественных, это импортные вакцины. То есть они не идут по федеральному бюджету. Но ведь каждый житель нашей страны имеет право получить прививку от той или иной инфекции, которой нет в календаре. И вот чтобы это сработало, где он возьмет информацию? Опять-таки, пациент пришел к врачу, и врач должен проинформировать, что он может получить, что представляет из себя эта вакцина, и какой эффект от этой вакцины. Вот это у нас страдает, это у нас пробуксовывает. И вот здесь вот тоже то узкое место, на котором нам надо работать. И поэтому я как сегодня агрессивная точка зрения. Да, Галина Александровна, да. Поэтому я как раз о том говорю, что нужна ответственность и врачей за распространение этой информации. Потому что я, наверное, все-таки защищаю первичное звено. Может быть, в нашей поликлинике, так же, как я на каждой оперативке, выступая с этими новыми прививками, и специалистов я переубеждаю, я в основном видела негативное отношение к прививкам со стороны специалистов. Узких специалистов имеете в виду. Узких специалистов. Они в своей области, они гении, они молодцы. Они не работают с этим материалом, и они заблуждаться... Ну, наверное, у каждого человека есть право. Они просто не понимают, что они не должны это как-то, я не знаю, переносить на других людей. Если есть закон, если есть национальный календарь, почему ты против? Много людей работали над тем, чтобы это разработать. И это информация... Хорошо иметь такого специалиста, правда, в поликлинике. Поэтому, наверное, я отталкиваюсь именно от того, что... К сожалению, вот это единицы. Именно по своей поликлинике, да, у нас первичное звено все грамотные, информативные. У них нет времени, но есть в поликлинике я, поэтому, наверное, есть возможность обратиться и узнать по вакцинам дополнительную информацию. И я, конечно, очень хочу дадести, но я согласна, что есть огромное количество инфекций, против которых мы можем защитить детей. Вот. И я на стороне того, чтобы дальше это развивать. И как минимум, всегда своим врачам говорю, вы должны знать, у вас пришел пациент на прием, вы должны знать, что есть другие вакцины. Потому что если вы грамотно ответили пациенту, у вас будет доверие. А если у вас будет доверие, у вас не будет дальнейшим проблем. И не по вакцинации, ни по каким другим вашим назначениям. Вот эта интересная история, страх перед вакцинами, да, тоже в начале программы перед вакцинацией, в принципе, уже это прозвучало. И этот страх, он сидит внутри, безусловно, каждого родителя. Потому что хоть и очень маленький, маленький процент, но который все равно есть осложнений, и даже самых страшных осложнений, он есть. Когда ты думаешь, что, не дай бог, я попаду в этот процент, и я, как родитель, буду являться причиной, потому что я отвел своего ребенка туда, этот страх и жить, наверное, невозможно. Можно только принять решение, можно осознать правильность этого выбора и прочее. Но все-таки, совершенно верно вы говорите, конечно же, страх, он всегда возникает от незнания, по большей части страх есть от незнания того, что из себя представляют современные вакцины. Вот мне бы хотелось, у нас буквально пара вопросов могут быть освещены в остатке программы. Во-первых, мне бы хотелось, что вы, Ирина Викторовна, сказали про комплексные вакцины. Давайте на примере все-таки Пентоксима, он производится здесь у нас. А второе, мне бы хотелось, чтобы мы на примере том, который я услышала сегодня, и я вот как раз не зря вспомнила свою 11-летнюю дочь, потому что вы как раз говорили про девочек и про вирус папиллома человека, и про перепрививку. Проговорили на этом примере еще про ту прививку, которая не входит в календарь, но которая может быть использована для того, чтобы защитить своего ребенка. Первое, комплексные вакцины, что они сейчас из себя представляют? Второе, вот. Ну, комплексные вакцины, дело в том, что число прививок, которые проводятся в рамках национального календаря, они с каждым годом все увеличиваются, и это хорошо. Сегодня это 12 прививок, которые прививаются по национальному календарю прививок. В большинстве стран развитых это 17. То есть мы еще здесь отстаем. Есть, куда стремиться. Да, есть, кому стремиться. Но уже 12 вот этих прививок, которые мы делаем, они приводят к тому, что, допустим, возраст 4,5 месяцев, 6 месяцев. Ребенок, если он пришел, ему надо получить 4 инъекции. То есть это уже этически тяжело, прежде всего для родителей, для мамы, для бабушки, которые привели ребенка. Поэтому, конечно, чтобы это избежать, вот идет курс на комбинированные вакцины. Их достаточно много сегодня, и, конечно, они дают большую пользу. В чем польза комбинированных вакцин? Во-первых, это несколько антигенов сразу в одной вакцине. Причем антигены сбалансированы. Когда вот эти антигены в одной вакцины, количество антигена может быть уменьшено, а значит и реактогенность вакцины будет, что, ниже. Далее, вместо 4 инъекций ребенок получает одну инъекцию. Значит, получается риск инъекций, как инвазивное вмешательство, тоже будет ниже. Далее, сейчас в рамках комбинированных вакцин, в частности, тот же пентоксин, который производится сегодня у вас на Кировской земле. Вакцина, кстати, очень хорошая. Еще когда она была только за рубежом, как бы у нас своя и не было. Да, то есть это была одна из лучших вакцин. И прежде всего потому, что она хорошо встраивается в наш национальный календарь прививок. У нас есть свои отечественные вакцины, сейчас такие же комбинированные, Буба-М, Буба-Кок. Но они в силу того, что там есть компонент гепатитный, они не совсем вписываются. Вакцина пентоксин, она строго по календарю. И поскольку там коклюшный компонент, он ацеллюлярный, то есть там не клетка, а только антиген, значит, практически количество антигенов, которые вводятся одновременно, оно существенно уменьшилось. Что касается возражения смес в отношении того, как же ребенок может ответить на это 4, 5, 6, 8 антигенов, которые есть в вакцине, то здесь опасений никаких нет. Иммунная система у любого настроена на ответ тысячи антигенов, что мы, естественно, делаем ежеминутно, ежечасно, потому что получаемые антигены с водой, с пищей и так далее. То есть здесь опасений никаких нет. Что касается новых вакцин, второй части вашего вопроса, конечно, это надо делать на сегодняшний день. У нас нет прививки против ротовирусной инфекции. У нас есть тяжелейшие клинические формы ротовирусной инфекции. У нас есть внутрибольничные вспышки в роддомах этой ротовирусной инфекции с тяжелым течением. У нас нет, к сожалению, в календаре папиллома вирусной инфекции, которая относится к группе злокачественных на образование. Я думаю, что наше население все знает, что это такое. И сегодня у нас есть возможность сделать прививку, поскольку вакцина зарегистрирована. Поэтому я думаю, что, конечно, врач должен дать ту информацию маме, когда она пришла, что вот можно пойти, сделать эту прививку, что это предупредит не только девочек от рака шейки матки, но и мальчиков от целого ряда онкологических заболеваний. Это очень тоже такое новое направление, которое чрезвычайно важно сегодня. Ну и последний вопрос уже как раз Галине Александровне насчет этих прививок, которые не входят в календарь. Насколько они доступны в Кирове? Ну, доступны они недостаточно. Конечно, раз они не входят в нас календарь, соответственно, родители могут их найти только за свой счет. Ну, это понятно. Вот. Медицинские центры работают с этим. Но, опять же, ситуация по импортным вакцинам сейчас сложная по наличию. То есть сейчас вот как раз занималась тем, что искала вакцину против ротовирусной инфекции, сейчас в России поставок нет. В прошлом году у нас были проблемы с поставкой вакцины Пентоксим. То есть пока у нас еще на нашей земле все это не изготавливалось, мы очень долго и мы не смогли вот на базе Министерства здравоохранения закупить эту вакцину, потому что просто ее не было. Вот. Ряд вакцин, которые просто отсутствуют в стране. Нет поставок. Поставки ожидаются, конечно, мы это все очень ждем. Соответственно, и в медицинских центрах тоже доступность не такая высокая. Сейчас есть возможность прививаться в центрах ацеллюлярные вакцины, есть возможность против ветрянки прививаться, есть возможность против рака шейки матки прививаться. Эти вакцины, да, есть у нас в России, вот, поэтому медцентры могут их закупить и прививать уже население. Вот. Ну, я, конечно, вот сейчас данная ситуация очень впечатляет, именно вакцинации против ротовирусной инфекции. Мне удалось несколько человек привить против этой злой инфекции. Мне известны все последствия. Я очень рада, что мы успели вот с семьей, там, и знакомых своих. Так уж я так признаюсь. Ближний круг сразу пошел. Да, сначала все на себе. Единственное, конечно, она трех месяцев, поэтому надо тут быстро очень соображать родителям и думать. Но вот пока я нет в России, я могу только родителям рассказывать, что она есть и что она нужна. Она может защитить еще и взрослые поколения в семье, так как не будет передаваться инфекция. Вот. Поэтому все это очень важно. Об этом мы говорим. Вот. Кто хочет, слышит, тот слышит. Кто ищет, тот найдет. Я очень рада познакомиться с Галиной Александровной. С Ириной Викторовной, конечно, тоже очень. Но только доступность Ирины Викторовны в Кирове будет неделика. А вот Галина Александровна к нам будет приходить и рассказывать, да, про разные прививки. И правила вообще поведения в отношении собственного здоровья. Спасибо вам большое всем. Сегодня тем, кто в студии и тем, кто слушает нас. И будьте здоровы. Спасибо всем. Спасибо большое. И будем привержены вакцинопрофилактике. Слушайте доктора. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста. Проконсультируйтесь. 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 Продолжение следует...